Музыка Всем привет! С вами Наташа Пархоменко и это мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, оригинальный и простой приготовлений египетский пирог. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению. Для египетского пирога нам понадобится для теста 3 стакана муки, 1 стакан молока, 1 чайная ложка сухих дрожжей, щепотка соли, 1 яйцо и 200 грамм сливочного масла, чтобы перемазывать тесто. Для крема 2 стакана молока, 1 стакан сахара, 2 пакетика ванильного сахара, 1 яйцо, 3 столовые ложки крахмала. Еще нам понадобится сахарная пудра для посыпки пирога. Ну что ж, приступим! Для начала приготовим тесто. 1 стакан молока я вылила в миску, немножко его подогрела, оно у меня тепленькое. Теперь к нему добавляю 1 чайную ложку сухих дрожжей. Музыка Дрожжи растворились, к ним добавляю щепотку соли и 1 яйцо. Хорошенько все перемешиваем. Музыка Теперь порциями будем добавлять муку и мы должны замесить мягкое и эластичное тесто. Музыка Тесто я вымесила. Видите, такое оно мягенькое получилось, эластичное. Разделим его на 2 части. Музыка Одну часть пока отложим, а вторую тонко раскатаем. Музыка Тесто я хорошенько тонко раскатала. Теперь берем сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры, должно быть мягенькое вот такое. И половиной сливочного масла будем перемазывать раскатанный пласт теста. Музыка Тесто я обильно смазала сливочным маслом, теперь скручиваем его в рулет. Музыка Рулет я сформировала, теперь сформируем кулиточку. Музыка И обматываем тесто пищевой пленкой. Музыка Отправляем тесто в таком вот положении на 2 часа в холодильник. И точно такую же работу мы проделаем со вторым кусочком теста. Пока тесто будет лежать в холодильнике, приготовим крем. Я взяла кастрюльку, взбила в него одно яйцо, теперь к яйцу добавляем ванильный сахар, сахар и крахмал. Музыка Все хорошенько перетираем венчиком. Музыка Теперь молочную смесь отправляем на огонь, будем варить на медленном огне, постоянно помешивая, до такого вот легкого загустения. Крем я заварила, он у меня загустел, видите такие вот следы от венчика остаются. И перед использованием он должен полностью остыть. Тесто полежало в холодильнике. Я его достала из пищевой пленки. И теперь будем его раскатывать. Раскатываем точно с такого же положения. Музыка Первый пласт теста я раскатала, не сильно тонко, приблизительно 2 мм. Теперь на него выкладываем крем, который у нас уже остыл. Музыка Хорошенько выровняем. Музыка Крем я весь выложила, я его хорошенько разровняла, как видите я его прям под самые края. Теперь будем раскатывать второй кусочек теста. Он должен быть шире, где-то на 2-3 см, нежели первый вот этот вот раскатанный пласт теста. Второй кусочек теста я раскатала. Теперь этим кусочком накрываем вот этот вот наш нижний корж. Музыка И теперь вот эти вот края, которые у нас остались, мы поддеваем под низ. Вот так вот заворачиваем пирожок. Музыка Я сформировала пирог, возьмем вилочку и сделаем вот такие вот дырочки, чтобы выходил воздух. Музыка Отправляем пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Цельсия. Будем выпекать 40-50 минут, чтобы у нас хорошенько зарумянился. Пирог уже испекся, я его достала из духовки, выложила его на блюдо, он немножко остыл и посыпала сахарной пудрой. Вот такой получился румяный, красивый, сверху такая вот хрустящая корочка, а внутри он такой мягенький-прямягенький. Очень-очень вкусный пирог получился. Сейчас я вам покажу, какой он внутри. Музыка Смотрите, какой красивый получился. Такие вот слои получились, такое вот нежное тесто получилось и нежный такой вот заварной крем. Сочетание идеальное. Надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok